пять вещей которые помогли мне создать сильную команду которая мечтаю хочу чтобы вы знали деньгами вы не можете удержать сильных людей ищите людей у которых ценности похожи как ваши взгляд жизни похожи как ваши ценности похожи как ваши интересы похожи как ваши ищите таких людей а если какие-то его статистика падает он не будет обижаться на вас и так далее он будет обижаться на себя на то что он вовремя не делать или не качество набирать или чтобы формировалась командный дух атмосфера формировалась я создал еженедельное публичное чтение своей компании здравствуйте дорогие наши друзья дорогие наши слушатели спасибо что смотрите наш канал большое вам спасибо пожалуйста сегодня хочу поделиться с вами как я создал команда своей мечте как я создал сильную команду команда своей мечте дорогие мои 2000 восьмом году когда попал в долгах было очень много проблем и так далее со мной работали 54 человека где-то в разных регионах разных офисах общем из них уволились ушли и со мной осталось 13 человек в алматы бишкеке и четыре человека еще разные регионы остальные все уволились ушли то есть получилось все со мной осталось 17 человек где-то в районе от 6 месяцев до полтора года я не мог платить зарплата этим людям но эти люди оставали остались рядом со мной и помогали мне работали мы поднимались и постепенно постепенно и вот так построили эти компании что этим хочу сказать я хочу сказать что вы представьте на минуту жизнь человек который почти полтора года зарплата не получает но идет и работает по-прежнему а что держит такого человека вот почему эти люди работали я иногда задавали вопрос некоторым из них я сказал ты знаешь ты лучше иди работай где-нибудь когда я поднимусь заново на ногах когда я стану снова состоятельным и когда все нормализуется потом придешь но пока дальний момент иди работай где-нибудь у тебя семья у тебя дети и так далее пожалуйста ты лучше иди там поработай вот пожалуйста тебе прошу я так и попросили их и они не ушли один из них мне сказал наставник вы знаете я могу любом месте работать я знаю себя я профессионал свое дело я могу любом месте работать и зарабатывать намного больше даже чем и мне платите хотя и это зарплата не получаю но я могу намного два раза больше заработать найти то есть два раза больше зарплата найти работу я здесь потому что то что обучаясь с вами то что приобретает находя рядом с вами а этого деньгами не купишь деньги которые мне платят другом месте я их все равно потрачу день которые мне дадут другом месте я их все равно расходую а вот чему я здесь учусь рядом с вами она останется со мной навсегда я тогда сидели подумал что помогает людям оставаться рядом с вами особенно сильных людей мудрых людей именно уверен себе уверенных людей профессионалов деньгами нет хочу чтобы вы знали деньгами вы не можете удержать сильных людей деньгами вам не удастся удержать сильных людей сильные люди просто уйдут при первые можно сказать момент если они чувствуют, что вы их не уважаете и не цените. Если даже вы хорошо платите сильному человеку, но он чувствует, что к нему уважения нет такого рода, как он хочет, он просто уйдет. Деньгами невозможно удержать сильных людей. Вот что я понял. Первое, что помогает вам создать сильную команду? Ищите людей, у которых ценности похожи, как ваши. Взгляд к жизни похожи, как ваши. Ценности похожи, как ваши. Интересы похожи, как ваши. Ищите таких людей. Второе, сильные люди останутся с вами, если у них есть возможность реализовать себя, то есть реализовать свою идею, реализовать свое творческое мышление, реализовать свои стратегии, стать тем, кем они могут стать. То есть реализовать себя как человек, как человек, который способен что-то делать. Поэтому очень-очень важную роль играет, чтобы вы осознали, что сильного человека деньгами не удержишь. Поэтому создайте атмосферу, где люди могут стать умнее, находясь рядом с вами, где люди могут стать реализованным человеком, если они будут с вами работать в вашей команде. Вот, следующая важная вещь – это командный дух. Командный дух. Чтобы формировалась командный дух, атмосфера формировалась, я создал еженедельное публичное чтение в своих компаниях. А что такое еженедельное публичное чтение? Каждую неделю каждый специалист прочитал какую-то книгу касательно его сферы. Например, тот, кто занимается маркетингом, изучает по маркетингу, кто по продаже, изучает книги по продаже, кто по логистике, а кто по администрированию, кто по персоналу, кто по стратегии и так далее. Все прочитают. Вот, и каждую неделю два-три сотрудника выступают в 20-30 минут. Они выступают, то есть два часа мы каждую субботу выделяли или каждую пятницу выделяли для именно публичных чтений. И сотрудник что делает? Они двое-трое сотрудники рассказывают, в чем суд эта книга, которую он прочитал, и минимум пять вещей, которые он понял из этой книги, и что из того, что сейчас он прочитал, можно практиковать в нашем бизнесе. Что он может внедрять? Потому что он же рассказывает про свою сферу, то есть если это человек, который занимается управлением персоналом, он рассказывает, что вот из этой книги пять вещей можем использовать в нашей компании, можем внедрять в нашу компанию и так далее. И знаете, прошло через некоторое время, со временем в нашей компании так хорошо формировалась командный дух, что вот это недовольство, претензия друг к другу, вот это сплетни, вот это все исчезло. Сейчас, слава Богу, и вообще я заметил, что в нашей компании сплетни вообще нету. Люди не говорят про друг друга плохо, они не ходят, не ищут себе поддержки. Когда один сотрудник идет другому говорит плохо, потихонечку про того, про того, про того, появляются любимчики, появляются свои, чужие. Соответственно, у вас постепенно не команда, а компания появляется внутри вашей команды мелькие, мелькие банды. А вот это мелькие, мелькие банды, что делают? Они защищают друг друга, они разрушают командный дух, они разрушают вот это и диалога того, что вы делаете, для того чтобы развивать эту компанию. Поэтому не позвольте, что внутри вашей компании появились мелькие банди. Банди всегда действуют разрушительно, а команда действует созидательно. Банди между собой договариваются, прикрывают друг друга, если кто-то опаздывает или кто-то пропускает, или они между собой договариваются, вещь, которая куплена за один тенге или за один доллар, пишет, что это 3 доллара и так далее. То есть они друг друга помогают, но они действуют разрушительно по отношению к компании. А у кого человек в сознании командного бизнеса, они действуют созидательно, они всегда стараются, чтобы командный дух формировал. Это все вместе помогло мне создавать сильную команду. Еще напоследок важная вещь для того, чтобы вы могли создать сильную команду, внимание обратите, соберите людей не вокруг себя, чтобы люди, которые с вами работали, они не думали, что как будто работают на вас, чтобы они понимали, что они не на вас работают, он работает для того, чтобы реализовать свою задумку, работают для того, чтобы реализовать ту миссию, которая у него в сердцах сидит, то, чего он хочет добиться в жизни. Создайте площадку, дайте возможность людям, чтобы у людей был шанс реализовать себя. И самое важное, когда вы людей соберете вокруг идеология, вокруг миссии вашей компании, они будут более терпеливыми, они будут более осознанными, они будут фокусироваться на достижение цели. Управляйте ими через, то есть управляйте ими делегируя через цель. Не надо, чтобы вы их контролировали, вы сами их постоянно требовали от них что-то. Конечно, бизнесе без контроля невозможно, но наладьте управление через поставление цели. Когда вы поставите цели, задачи и так далее, и контролируете ценный конечный продукт, чтобы этот сотрудник производил, и в конечном итоге, чтобы он видел свою статистику и так далее, тогда он сам собой и он сам себя управляет. А если какие-то его статистики падают, он не будет обижаться на вас и так далее. Он будет обижаться на себя, на то, что он вовремя не делает или некачество не делает, или почему его объемы падают и так далее. Поэтому постарайтесь именно об этом фокусироваться и концентрироваться. Командный дух создается именно таким образом. Дорогие мои, я только что рассказывал вам пять вещей, которые помогли мне создать сильную команду, которой я мечтаю. Честно скажу вам, однажды одно эпизод я вам расскажу. 1 января я пришел на работу 1 января 12 часов. Это были в тех годах, когда у меня были еще много проблем. Я пришел 12 часов и тогда смотрю, то есть я пошел работать у себя, и это 1 январь, понимаете? Два часа дня пошел делать амиване, чтобы читать намаз, молитву прочитать. И вдруг я смотрю, соседний кабинет, дверь чуть-чуть открытая. Я подхожу, смотрю туда чуть-чуть, открываю кабинет, смотрю, а там люди работают. Я подошел к соседним дверям, там тоже сами. Потом по коридору и пошел дальше, смотрю, другой комнат, там тоже сами. Я был удивлен. Я пришел, помолился и очень сильно поблагодарил Всевышнего за то, что эти люди со мной. Я очень сильно поблагодарил и плакал даже, что Господи, дай этим людям здоровье. Позволь мне позаботиться о этих людей. Позволь мне, чтобы компанию привести на том уровне, который эти люди могут нормально зарабатывать и так далее. Потому что доверие этих людей к моей компании и ко мне было высокое. Этим что я хочу вам сказать? Если вы стараетесь искать правильных людей и даете им шанс развиваться и так далее, тогда они в трудный момент тоже будут поддерживать вас. И таким образом у вас будет очень сильная команда. желаю вам успехов, дорогие мои. Ставьте лайк под эту рубрику и от слова придем к действию. Пишите, пожалуйста, пять вещей, которые помогают вам создавать сильную команду. И для того, чтобы ваш рост продолжался, посмотрите потом следующее видео. Нажмите туда, либо слева, либо справа, чтобы у вас сепочка развития никогда не прерва рост. Желаю вам успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!